а это вид из моего окошка на луг на берег реки на лес шикарный огромный просто такой дух захватывает когда на него смотришь и вот это соседние домики соседние коттеджи здесь люди живут постоянно вот я залезла здесь на чердак сейчас вам хочу показать я же не показывала обзор чердака нашего первого домика так не здесь поставили стеклопакеты вот я хочу вам показать люстру вот эта люстра это хозяев люстра у него осталось целых только три плафона видите три плафона и я где-то на куфоре даже видела похожие плафоны по-моему в одиночном варианте я вот один такой где-то видела если была парочка чтобы можно было заменить два у них разбиты да вот это под бронзу такая вот эти плафоны но они называются ну вообще это видите здесь как какая основание как под дерево да и это стиль на сталинский ампир называется вот такие плафончики да вот у меня есть собственная люстра своя я ее привезла из минска у нее вот такие плафоны они более современные здесь плафоны но меня привлекают вот такие которые имеют налет старины до ретро вещи вот поэтому я бы повесила в том втором нашем домике именно вот эту люстру буду конечно искать вот такие вот плафончики может быть и найду здесь у нас окна это мы снимали окна в этом доме видите какие большие здесь окна мы ставили стеклопакеты и ребята мастера говорили выбросите давай мы вам поможем мы их вывезем на мусорку на свалку я говорю не надо вот у меня не поднялась рука их выбросить это что вы будете с ними делать но я не сказала что может быть как как-то буду декорировать или что-то еще но в будущем может быть они на что-нибудь пригодятся но даже вот понимаете смотреть на них вот какие были раньше окна мне приятно это некоторые делают парники из таких окон вот смотрите сколько их здесь у нас да и и больших и поменьше большие окна это из комнаты вот а эти я уже даже не помню откуда эти поменьше два окна вообще есть такие старые очень интересные может быть эти окна даже были здесь до того как мы снимали в основном доме вот в хате большие окна может быть они уже здесь хранились а вот ребята вот то уникальное окошко вот это именно окошко наличник окошко да вот здесь а сами окошки со стеклами и два наличника видите вот два наличника один попроще а второе вот с таким красивым фигурным резным 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 таким уголочком да как бы вам показать получше только разглядели его такой резной до наличник еще из интересного здесь есть вот такой вот чемодан правда у него крышка я не знаю можно ли их как-то сделать но видите она покоробилась и она не закрывается какая вот вот эти вот обтяжки чемоданов в клеточку вот а у меня вызывают умиление а вот если вы можно было его как-то реставрировать ручка сохранилась и сохранились застежки и по моему они даже в рабочем состоянии если бы можно было мне кажется до того как мы делали крышу когда мы в общем то получили этот домик мне кажется он закрывался это уже по за последние годы он так вообще перекоробился потому что здесь очень-очень жарко летом бывает вот эти стеклопакеты которые мы сделали новую крышу здесь стала гораздо одну температуру воздуха более жаркая еще я здесь обнаружила вот такой вот корзинку если ее из баллончика черной краской покрасить то это тоже очень такой элемент декора интересный будет а вот этот ящик я у хозяйки купила мне очень понравился и его цвет и то что он но когда-то он имел тоже защелочку вот то что он такой не очень большой да и ящик это тоже из натурального дерева может быть это ли по весе на какой он это это какая-то матерчатая такая держатель матерчатый да вот и он мне понравился тем что я его решила использовать под инструменты под топоры и вот под всякое такое но почему-то он у нас не используется лежит без дела здесь что общем то очень же она у нас пока нету сарайчика может быть поэтому вот у нас инструменты просто хранятся на веранде а его в общем то ставить он такой несколько громоздкий ну вот пока пока он ждет своего часа вот смотрите ребята вот какая мощная ручка держалка вот чтобы слазить да вот туда по лестнице и вот слазить чердака вот и мне когда говорили что эту комнату кладовую нужно во что-то использовать под например под ванну там горячую воду привести мне жалко эту кладовочку мне так удобно здесь залазить на этот чердак по этой лестнице она такая классная сейчас покажу вам ее поближе вот такая вот лестница очень удобно по ней залазить вот и сверху вот так . про которую я говорила держатель да за который нужно цепиться и туда вот залазить наверх ну вот такие здесь бревна здесь такая вот перемычка палка наверно может подвешивали чеснок сюда вот такое все ну то есть уже для хозяйства тоже все полезно это мы там заделывали пеном щель не очень у нас это получилось баллончик выпрыскался в общем-то пол баллончика мы истратили можно сказать зря но все приходит с опытом как написал мне один мой подписчик и вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, в общем, предлагайте, друзья, может быть, у вас есть какие-то идеи, как вот эту вот верхнюю, если это будет какой-то лист ДСП, или же, может быть, это будут доски, доски, они тяжелые для такого столика, конечно, хочется, чтобы он оставался таким легким, миниатюрным, чтобы его было легко перемещать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вчера вечером сжигала вот то, что я перевезла, три такие большие тачки. Вот этого трюхлявого бревна, и, ну, буквально немного вечером пару часов сжигала, ну, часа три, потому что я занималась другими делами, и бросила сюда еще огромное полено, и вот оно за ночь, оно не перепрело, ну, то есть не превратилось в угли. Буду сегодня еще отбрасывать, сжигать, чтобы вот у меня здесь был более-менее порядок в этом месте. Видите, вот, получилась такая захламленность в этом месте нашего участка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok